Проблему безнадзорных животных вновь подняли в Краевой Законодательной Думе. Согласно новому федеральному законопроекту, который внесли в Госдуму, регулировать их численность смогут в регионах самостоятельно. Подробности у Анастасии Привецкой. Четвертый год действуют федеральные законы о регулировании численности безнадзорных животных. Их отлавливают, стерилизуют, ставят прививку от бешенства и чипируют. Через две недели выпускают туда, откуда забрали. В прошлом году в регионе отловили 4,5 тысячи кошек и собак. Однако к федеральному закону назрели поправки. Их обсудили в Краевой Законодательной Думе. Предполагается, что распоряжаться судьбой животных смогут власти регионов. Авторы законопроекта считают, что это поможет решить проблему. Приютов для временного содержания мало, отлов и стерилизация идет медленно. Альтернативное решение могут принять на местах. К примеру, пожизненно содержать животных в муниципальных приютах. Но строительство даже одного – это 200 миллионов рублей. Плюс текущие затраты. 235 рублей на собаку и 165 рублей на кошку потребовалось бы приблизительно 360 миллионов рублей в год. Только на обеспечение пожизненного содержания животных без владельца, отловленных в 2022 году. Еще один вариант – эвтаназия. Однако это негуманно. Мнения в итоге разошлись. Закон не защищает ни человека, ни собаку. В прошлом году в регионе возбуждено пять уголовных дел о жестоком обращении с животными. И зарегистрировано 70 нападений на людей. Своим телом закрывало 1 апреля детей в городе Хабаровске. В трех остановках от площади Ленина. В моей картине мира это центр города. Это среда городская, безопасная, как мне казалось в тот момент. В краевом управлении ветеринарии считают, что поправки надо доработать и уравнять в правах все регионы. Также надо создать единую базу всех животных, безнадзорных и домашних, чтобы определить ответственного. Что касается эвтаназии, вопрос следует вынести на широкое обсуждение, считают депутаты. Собирать общественные мнения, как люди считают, как они видят. Потому что видно статистику, что позиция людей немножко разделилась. Кто-то считает, что необходимо гуманно относиться к животным и нельзя их не обещать. Кто-то считает, что наоборот нужно убрать их с улицы как можно быстрее. Все озвученные мнения объединят и отправят в Государственную Думу. Там законопроект 3 мая пройдет свое очередное обсуждение. Анастасия Привецкая, Тимур Новоселов, телеканал «Губерния». Продолжение следует...